И в продолжение темы гость сегодня в студии директор агентства развития жилищного строительства коммунального комплекса и энергоэффективности республики Бурятия Сан-Жи Циренова Раиса Константиновна. Добрый день, Раиса Константиновна. Добрый день. Мы посмотрели сюжет про то, что случилось в Забайкальском крае, из-за чего ушел в отставку губернатор. Как у нас обстоит проблема? Есть ли вообще эта проблема с развитием программы переселения ветхого аварийного жилья? Что у нас сейчас происходит? Ну, надо сказать, наша программа разработана и действует в три этапа. И с первым этапом 2013-2014 год действительно были проблемы. Но эта проблема была системная. Надо сказать, что и Забайкальский край столкнулся тоже с этой проблемой, потому что цена квадратного метра, выставленная на торги для строительства жилья для переселенцев, она была достаточно низкая. И эта тема была актуальна постоянно для всех регионов. Надо сказать, когда формировали программу, то должны были вообще-то подойти дифференцированно к тем регионам, где отсутствует строительная база, вот как у нас, да, где дотационные регионы и муниципалитеты пока не имеют таких квалифицированных специалистов. То есть в этой части не было проработано. А что значит отсутствует строительная база? У нас вводятся тысячи квадратных метров жилья каждый год, строятся и строятся. Мы все-таки говорим о системной строительной базе, которая должна вообще быть как строительная индустрия. То есть если строительная индустрия как раз является инициатором создания или повышения ВВП во всех странах, то в наших субъектах пока этого нет, в отличие от Иркутской области. Вот как раз в Забайкальском крае такая же точная проблема – отсутствие индустриального домостроения. Владимир Мейн на встрече с Владимиром Путиным, он говорил о том, что в Забайкале там фактически 15,5% все выполнено. У нас примерно, если вы владеете цифрами, сколько у нас выполнено? У нас, я думаю, что нормально. Вот сейчас мы, может быть, процентов 70 на первом этапе были у нас выполнены нормально, остальные 30 не совсем. А с каждым этапом, то есть с 13 по 14, это первый этап, потом с 14 до 15, у нас выполнение идет более успешное. Сейчас вот второй этап у нас выполнен практически на 95%. И следующий этап, 15-16 год, уже более грамотно и более эффективно реализуется эта программа, потому что мы уже знаем те ошибки, которые присутствовали на прошлых годах. А вот те дома, про которые мы знаем, да, дома для переселенцев, там 111 квартал, Наушки, Саганур, это результаты этих ошибок или нет? Конечно, это как раз первый этап, когда у нас не совсем готова была инфраструктура, когда органы местоправления только формировали эти программы. И самое главное, у нас были внесены поправки в основной нормативный документ Городостроительный кодекс, где освобождали от строительного надзора вот эти объекты, как малоэтажку. И, конечно, на этом фоне у нас не совсем добросовестные подрядчики и выдавали вот такие не очень хорошие результаты. Сейчас вновь внесли изменения в Городостроительный кодекс, и теперь уже все вот эти объекты малоэтажные, особенно те, которые строятся на бюджетные деньги, обязательно должны проходить процедуру строительного архитектурного надзора. То есть до этого фактически получалось, что дома, которые строились на бюджетные деньги, они никем не контролировались? Ну, почему? Органами местоправления, то специалистами органов местоправления. Но еще раз говорю, что у нас не хватает специалистов как раз в этих органах. Спасибо большое. У нас, к сожалению, остается мало времени. Я напоминаю, в гостях был директор агентства развития жилищного строительства коммунального комплекса и энергоэффективности Республики Бурятия Сан-Заширена Раиса Константиновна. Полную версию беседы вы можете смотреть в программе «Актуальная тема», а мы продолжаем выпуск. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова